17 ноября 2023 года в Павлодарской области Казахстана было объявлено штормовое предупреждение. Погода сильно портилась, и жителям было рекомендовано по возможности оставаться дома. Однако в этот день многим людям погода помехой не стала. В селе Бескауга Каэндинского сельского округа куда-то бесследно исчезла маленькая девочка, и её срочно нужно было искать. Домашние дела всегда отнимают очень много времени. А ведь порой его так хочется потратить с удовольствием. Посмотреть любимый сериал или, например, послушать детективную историю. Облегчить повседневный быт поможет умная техника для дома. Мой любимый помощник – беспроводной робот-пылесос. Удовольствие всегда было не из дешёвых, однако этой весной ситуация изменилась. Предприниматель из Тюмени Вадим Боков, которого в интернете прозвали тюменским Илоном Маском, представил на российский рынок целую линейку беспроводных пылесосов для уборки дома, которые ничем не уступают по качеству раскрученным иностранным брендам, а по функциям даже превосходят их. В ассортименте магазина есть и роботы-пылесосы с функцией влажной уборки, и вертикальный ручной пылесос CG Cleaner Home, который весит в полтора раза легче британского Дайсона, при этом гораздо его мощнее. Сила всасывания у тюменских моделей на 20% выше, чем у дорогих зарубежных аналогов. Уборка с такими пылесосами намного эффективнее, а приятным бонусом является их стоимость, которая ниже того же британского Дайсона в 6 раз. А ещё тюменцы предоставили на отечественный рынок уникальный пылесос-батон для очистки автомобиля. Благодаря своей форме и небольшому диаметру, он без проблем справляется с уборкой во всех труднодоступных местах авто. При этом сила его всасывания ничуть не уступает топовым полноразмерным домашним пылесосам. Гарантия на все пылесосы тоже в тюменском стиле. Если вдруг что-то случится, без ремонта и лишних действий пылесос заменят на новый. В общем, если назрел вопрос покупки беспроблемного, мощного и качественного помощника для уборки дома или автомобиля, рекомендую обратить внимание на новейшие тюменские беспроводные пылесосы. Ссылка в описании под роликом. А с промокодом Аглая вас ждёт скидка 500 рублей. От себя хочу ещё добавить, что кроме беспроводных пылесосов, в интернет-магазине Кейс Гуру представлен широкий ассортимент беспроводных Bluetooth наушников CGPods, которые, как и пылесосы, по функциям и качеству не уступают именитым зарубежным аналогам. При этом стоят, как минимум, в четыре раза дешевле. Вечером 17 ноября в 21 час 15 минут в полицию Кебестуза обратилась жительница села Бескауга, 35-летняя Татьяна Давыдова. Там женщина рассказала, что её дочь, ученица третьего класса, 7-летняя Милана, куда-то исчезла несколько часов назад, и своими силами её отыскать не получилось. Татьяна рассказала полиции, что её супруг работает пастухом на Джайляу, и она с детьми каждые выходные его там навещают. Вот и в этот день, около 16 часов, они собирались поехать в крестьянское хозяйство, расположенное в 15 километрах от родного села. По словам женщины, Милана ехать не хотела. Ей не нравилось бывать там, поэтому она сказала, что останется с дедушкой, после чего убежала из дома. И с этого момента о ней не было никаких вестей. Давыдова призналась, что это уже не первый раз, когда Милана убегала. Незадолго до случившегося, девочка также покинула дом, и не появилась там в обычное время, до которого детям в семье Давыдовых было разрешено гулять. Позже ее нашли на дискотеке, которая проводилась в селе в честь праздника. Поэтому и в тот день женщина поначалу решила, что дочь просто где-то загуляла, к тому же зная ее озорной и упрямый характер. Однако к вечеру Милана домой так и не вернулась. У дедушки ее тоже не оказалось, а самостоятельные поиски на территории села оказались безуспешными. Когда исчезают дети, медлить нельзя, ведь с каждой минутой шанс найти ребенка живым уменьшается. К тому же, учитывая тот факт, что на Павлодарскую область движется шторм. На поиск Миланы Давыдовой 17 ноября по тревоге был поднят весь личный состав полиции. Было также задействовано около 100 автомобилей и даже вертолет. В тот же день к поискам девочки подключились и волонтеры. Вместе с неравнодушными жителями села и района они также отправились искать семилетнюю Милану. В поисках пропавшей школьницы принимало участие более 500 человек. Во время беседы волонтеров с Татьяной Давыдовой они обратили внимание на то, что женщина ведет себя очень странно и даже равнодушно. На контакт она идти не хотела, а на все их вопросы отвечала словно заученной фразой «Ничего страшного, она придет утром». Волонтерам даже показалось, что возможно у этой женщины есть какие-то проблемы с психическим здоровьем и она состоит на учете. Ее ответы были мало того, что равнодушными и какими-то отстраненными, так она даже моментами улыбалась, когда рассказывала о деталях исчезновения Миланы. Давыдова постоянно путалась в показаниях. Не могла толком вспомнить, в какую сторону дочь пошла и во что она была одета. Складывалось ощущение, что мать не так уж и заинтересована в том, чтобы найти дочь, а наоборот, словно специально пытается запутать людей, которые бросили все свои дела и приехали оказать ей помощь. Так, изначально она говорила, что Милана побежала в левую сторону от дома. Затем сказала, что все-таки в правую, а после и вовсе настаивала на том, что девочка направилась прямо в сторону колодцев. В самое ближайшее время все они были осушены, однако ни в одном из них Милана не оказалась. Ребенка искали в водоемах, домах сельчан, заброшенных и ветхих зданиях. Охотники на джипах осматривали степь, однако Милана Давыдова словно провалилась сквозь землю. Когда волонтеры попросили мать показать им фото пропавшего ребенка, на случай, если вдруг кто-то девочку видел и знает о ее местоположении, женщина своим ответом их буквально озадачила. Оказалось, что новых фотографий дочери у них дома нет, однако не так давно детей фотографировали в школе и несколько фотографий Миланы есть у ее классного руководителя. При этом его номер она не знала. У вас есть свежая фотография? Нет, не спрашивай уж. Только школьная. Ну это вот... Это примерно, да? Это примерно. Сколько времени? Ну вот это... Так... Перед, после наурызов. Прошлый год, да? Прошлый год. Почему? У него чуть-чуть подниж хвост и так же два хвоста. Там же она просто полностью стоит. Вам полностью... Она не вытянулась, ничего, да? Не поправилась, не похудела? Нет, дай простиком, покажите примерно. Вот я себе показываю, примерно. Вот я ее встану, да? Она где-то вот так не будет. Она не вытянулась, она не большая. Папа не вытянулась. Она худенькая сама. Не спрашивай уже группу. Она не вытянулась, так же и осталась. Просто у меня полный рост, у меня... Полный рост, у меня мужа все нафоткнулись. Там все трое стоят с нами. А когда последний раз сфотографировали их? Так... В школе тот, как-то вообще был. В этом году? В этом году в школе дофоткали. А фоткали где? Ну, у которого там в школе фоткали. На школе фотк еще не раздавали детям, а у них на сортке у них и свои осознания. На сортке нет, что фоткали. А у них учителей есть фотографии. Хорошо. Номер учительницы? В смысле? А как они здесь подвижены? Они не подвижены, они через бактугольную подвижены. Это кто? Вот где дети сейчас. Получается, нам надо выяснить номер учительницы и учительницы взять последнее фото. Когда, наконец, на следующий день были получены фотографии ребенка, а мать смогла все-таки определиться, в чем же дочь ушла из дома, была составлена разыскная ориентировка, в которой значилось худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза карие, была одета в желтую куртку и зимние сапожки. В отличие от матери Миланы, которая вела себя очень подозрительно и в поисках дочери практически никакого участия не принимала, отец девочки, как только узнал о ее пропаже, тут же примчался в село на поиски своей малышки. При этом мужчина выглядел очень обеспокоенным и подавленным. У меня вообще не знаю, что случилось. Я на Джаляву был вообще. Мне сообщили, что на Джаляву, что она пропала. Они сюда ко мне собирались на выходные приехать. И тут мне звонят, говорят, Милана, у тебя нет. Я говорю, а что? Она пропала. Я говорю, как пропала? Пропала. Вот так пропала. Не может найти ее. Ищем, ищем. Потом я пешком там все обошел, до сопки дошел, кричал, свистел, у меня крикнулось. Потом утром меня сюда привезли, вот в школу канат нашел. Потом не знаю, что. Потом туда в Акимат везли, повезли, допрашивали. Когда правоохранители задали Александру Колчину вопрос о том, что на его взгляд могло произойти с дочерью, он предположил, что ее могли украсть. Мужчина признался следователю, что местные жители рассказали ему о какой-то подозрительной чужой машине, которая в день пропажи Миланы заезжала к ним в село. Кому приезжали, неизвестно. Однако вскоре после того, как машина уехала, его дочь исчезла. А вот какие версии? Она же не может сквозь землю провалиться. Уже все обыскали. Люди помогают. Помогают, так сказать. Ну, куда она еще могла? Ну, моя версия, может, ее украли. Может, где-то держат ее, не знаю. Это у нее... Ну, первый раз это было, она убегала, потом ее догнали. А вот второй раз, что она сделала, я не знаю. Вот тут еще, не знаю, говорят, машина, когда его приезжала, в деревню заезжала, сюда водили. Вот после этой машины она пропала. Если учитывать, что село Бескаука, где проживала семья Давыдовых, было небольшим и каждый знал друг друга в лицо, то версия с похищением ребенка, неизвестным на автомобиле, действительно имела место быть. Однако интуиция следователя и координатора волонтерских групп подсказывала им, что никакого похищения не было и, возможно, мать Миланы знает куда больше, чем говорит. Как только о семье Давыдовых стали наводить справки, их дурные предчувствия лишь усиливались. Так было установлено, что до переезда в Бескаугу семья Давыдовых проживала в Акибастузе, который расположен от села примерно в 65 километрах. В Акимате города они числились как неблагополучная семья, поскольку мать злоупотребляла алкоголем. В 2016 и 2017 годах в адрес родителей даже выносились предписания о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. А затем Давыдовы переехали в Бескаугу. И вскоре после этого, по неизвестным причинам, семью вдруг стали считать благополучной и перестали ее контролировать. Лаура Десюпова, руководитель отдела образования города Акибастуза, по поводу этой семьи дала следующий комментарий. Поскольку семья находилась в группе Риска, за ней был постоянный контроль как со стороны администрации школы, так и со стороны классного руководителя. Все дети школу посещали, ходили на кружки и спортивные секции. Они были всегда опрятно одеты. Без уважительной причины школу не пропускали. Очень странно. Если эту семью действительно посещали и осуществляли за ней контроль, то почему тогда никто из проверяющих не обратил внимание на то, что условия жизни трех малолетних детей в этом доме были чудовищными? Когда полиция и волонтеры впервые попали в дом пропавшей Миланы Давыдовой, то сразу же заметили, что дети голодные и одеты не по сезону. Позже они также обратили внимание на то, что в доме отсутствуют какие-либо игрушки и книги. Нет письменного стола для уроков. Однако регулярные, по словам руководителя отдела образования, проверки, почему-то упорно этого не замечали. К слову, у пропавшей Миланы есть старший на год братик и младшая сестричка. Односельчане характеризовали семью как самую обычную. Они не отрицали, что живут Давыдовы действительно небогато, однако стараются из последних сил, чтобы у детей было все самое необходимое. При этом некоторые из них признавались, что единственным кормильцем в семье всегда был отец, который постоянно работал и мало бывал дома. А Татьяна в его отсутствии сильно пила. И ходили слухи, что даже изменяла супругу. На второй день поисков пропавшей Миланы Давыдовой ее родителей очень долго держали и допрашивали в Акимате. У волонтеров появилась возможность побеседовать со старшим братом пропавшей девочки, который во время беседы и признался, что мама часто Милан убьет, потому что она не всегда ее слушается. Собрав все факты воедино, уже ни у кого не оставалось сомнений в том, что мать имеет какое-то отношение к пропаже собственного ребенка. К вечеру 19 ноября, то есть спустя три дня после пропажи девочки, Татьяна Давыдова все же не выдержала и на одном из допросов стала давать признательные показания. По предварительной версии следствия, в тот роковой день, 17 ноября, Милана пораньше вернулась из школы и застала мать в постели с мужчиной. Малышка стала плакать, кричать и говорить о том, что расскажет все отцу. Татьяна не смогла успокоить дочь и поэтому не придумала ничего лучше, как ударить ребенка по голове. Однако этот удар для Миланы стал роковым. Любовник Давыдовой, который по совместительству приходился соседам семьи, помог ей спрятать тело и заместить следы преступления. А после, как и сама Татьяна, хранил молчание. В то время, как сотни людей без сна и отдыха прочесывали леса и степь в поисках маленькой девочки и надеялись найти Милану живой и невредимой, ее тело находилось совсем недалеко от родного дома. Его нашли тем же днем, в 6 часов вечера, в яме, прикрытая строительным мусором, ветками и золой. Любовник Давыдовой спрятал тело девочки прямо за своим домом, возле металлической цистерны. Несмотря на то, что вся территория села тщательно обыскивалась, именно в это место никто заглянуть не додумался. Давыдова вместе с соседом немедленно были задержаны. В полиции возбудили уголовное дело по статье 99, части 3 Уголовного кодекса «Убийство малолетнего лица». В случае, если убийцу признают вменяемой, ей грозит наказание от 20 лет до пожизненного заключения. За укрывательство тела малолетнего ребенка любовнику Давыдовой грозит срок до 6 лет ограничения свободы. Стоит отметить, что ранее этот человек уже был судим за кражу. 21 ноября Милану Давыдову похоронили на старом кладбище Экибастуза рядом с могилой бабушки и дедушки. Проводить малышку в последний путь пришли не только неравнодушные жители села, но и все те, кто участвовал в ее поисках и до последнего верил и надеялся найти ребенка живым. Позже некоторые из волонтеров расскажут, что отец Миланы находился в очень плохом состоянии. В отличие от матери, которая сразу вызвала у них подозрения, по мужчине было видно, что он действительно искренне скорбит о потере дочери и до сих пор находится в шоке. Как только стало известно о том, что Милана Давыдова найдена мертвой и убила ее собственная мать, в семью одна за другой стали выезжать проверки. Когда туда приехали специалисты из комиссии по делам несовершеннолетних, они ужаснулись условиями, в которых живут дети, назвав их нечеловеческими, поскольку дом, по их словам, напоминал больше сарай. После трагедии дети из этой семьи были отправлены в центр поддержки детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Руководитель отдела образования города экибастуза Лаура Десюпова позже в одном из своих видеообращений скажет, что в связи с вновь открывшимися обстоятельствами отделом образования будет подан официальный иск на лишение родительских прав матери, после чего дальнейшая судьба детей уже будет решаться органом опеки прав и попечительства. Десюпова также отметила, что у данной семьи имеются ближайшие родственники, в том числе о своих правах может заявить и отец. Вскоре после трагедии с Миланой Давыдовой было начато судебное расследование, призванное выяснить, кто и на каком этапе принял решение об изменении социального статуса семьи, когда снимал ее с учета как неблагополучную. Также выяснялось и то, почему ни Акимсела, ни школа за все время ни разу не заинтересовались условиями жизни трех малолетних детей. Ведь в небольшом селе Бескауга все знали о том, что Татьяна Давыдова сильно выпивает и ведет аморальный образ жизни. Детский омпутсмен Динара Закиева на пресс-конференции обратилась к казахстанцам и попросила их быть более бдительными. Сразу сообщать в полицию о семьях, где на детьми применяют насилие. Она также отметила, что за последний год это уже 25-е убийство ребенка в стране. После гибели семилетней Миланы Давыдовой пять чиновников Павлодарской области наказали. Им объявили выговор. Аким региона заявил, что власти могли предотвратить это преступление, если бы не перестали семью контролировать. Выговоры получили зам Акима области по социальным вопросам, глава Акибастуза, а также руководители управления образования и социальной защиты города. Впрочем, общественность считает, что такое наказание совсем неэффективно. Вы знаете, одними выговорами проблему не решить. Она очень глубинная, она очень серьезная. И от того, что двум, трем, пяти чиновникам сделали выговор, при этом в 20, в 30, в 50 семьях от этого выговора детей меньше бить не стали. В этих семьях не изменилась психология. То есть тут нужно менять психологию, нужно менять идеологию, нужна государственная политика, которая должна поддерживаться всеми. Несколько дней назад на просторах интернета появилась статья о том, что по Владарской области три чиновника лишились занимаемых должностей после убийства семилетней Миланы Давыдовой. В том числе был уволен и Аким села Бескауга, в котором девочка проживала. Расследование уголовного дела все еще продолжается. И я очень надеюсь, что уже совсем скоро все виновные в гибели беззащитного ребенка понесут справедливое наказание. Несмотря на то, что во предварительной версии следствия Милану убила мать в попытке скрыть от мужа тайну обезмене, по поселку ходят слухи и о еще одной версии случившегося. Односельчане, которые хорошо знакомы с Татьяной, предполагают, что она попросту могла проиграть ребенка в карты. Звучит жутко. Однако не думаю, что такие фантазии могут возникнуть из ниоткуда, а значит, вероятно, что-то подобное ранее уже происходило. Но почему тогда никто ни разу не обратился в соответствующие органы? Вопросов все еще остается больше, чем ответов. До своего восьмого дня рождения Милана не дожила всего месяц. Малышка училась в третьем классе и вся жизнь у нее была впереди. Когда умирают дети, это всегда большое горе, это всегда страшно и больно. Дети должны жить и не должны умирать. Но страшнее всего, когда право на жизнь лишает самый родной и близкий в жизни ребенка человек – мама. Редактор Корректор Субтитры создавал DimaTorzok